РАДИО ИНПСИХА ПРОСТО ОСЛОЖНО Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Елена Короткова. Сегодня у нас второй выпуск со Светланой Владимировной Штукарёвой, руководителем Высшей школы логотерапии и преподавателем Московского института психоанализа. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы поговорим о том, что же такое логотерапия, откуда она зародилась и как она используется сейчас. Ну и первый вопрос. Как бы Вы описали логотерапию в одном, двух, трёх предложениях? Это очень и очень сложно, описать логотерапию в одном или даже в двух предложениях. Логотерапия – это смыслоориентированная психотерапия, смыслоориентированная психология. Происходит от слова «логос» – смысл. И основателем логотерапии, основателем третьей венской школы был Виктор Франкл, австрийский психиатр, психолог, невролог и узник нацистских концлагерей. Но мы ещё об этом будем говорить чуть позже. А сейчас логотерапия, в первую очередь, это психотерапия, психология, которая ориентирована на то, что в контексте человеческой жизни, в практике человеческой жизни могут быть действия, которые могут быть реализующими смысл, так и не быть таковыми. А вот хотелось бы узнать, когда и при каких условиях вы познакомились с логотерапией? Скажите подробнее. Ну, здесь так получилось, что к стыду своему признаюсь, что много-много лет назад, ещё когда я училась в психологии, я открывала Виктора Франкла, но не «Сказать жизни, да», книгу, а какую-то, по-моему, это была теория терапии неврозов, или это был, может быть, какой-то сборник, где были какие-то тоже статьи Виктора Франкла. Открыла, я вот точно помню, что это было про парадоксальную интенсию, я подумала, как интересно, прочитала, но и также благополучно закрыла, подумав, что это, ну, какой-то, может быть, ну, что-то в этом не то, что-то в этом как-то много простоты мне тогда показалось. И, может быть, это был там период моего увлечения другими направлениями психологии, и поэтому так получилось. Но прошло какое-то время, большое время, и вот возникла моя такая тяга уже к гуманистическому направлению в психологии, к экзистенциально-гуманистическому, чтение книг Ирвина Ялума, с кем у нас тоже был телемост в институте, человек большой истории, и наш тоже большой друг нашего института, и был у нас тоже несколько раз в Москве. Так вот, как бы через него я узнала больше про экзистенциально-гуманистический подход, как-то это очень легло на душу, и опять как-то показалось немножко тесно здесь, захотелось еще дальше идти по этому направлению, я поняла, что вот такой гуманистический взгляд мне близок, и я стала смотреть, кто же еще может быть похожим здесь. Это был период увлечения и бюдженталем, экзистенциальная тоже психология, и роллом эем. И дальше вот как-то мой взор упал уже на Виктора Франкла. И даже нисколько, ну вот прям сразу я как-то так воспалала любовью к логотерапии, скорее мне стало интересно, мне захотелось узнать больше. И как можно узнать больше, кроме как не от тех, кто несет это знание в своей профессиональной деятельности. Я узнала, что есть такой институт Виктора Франкла в Вене, в Австрии. И списалась мы целый год, наверное, с профессором Александром Батиани, директором этого института, списывались, обсуждали возможности, как можно приехать в Москву, провести какое-то мероприятие, мастер-класс, познакомить аудиторию более широко. Я уже там начала почитывать к тому времени Франкла, и это было интересным. Хотелось вот как бы услышать еще, не только читать, но и услышать. И где-то через год, наверное, мы все-таки так договорились, и приехал профессор Батиани в Москву вместе со своей семьей. Это был 2012 год, май. Он приехал вместе с женой, с двумя дочерями, одна из которых была почти новорожденная, с няней, то есть, в общем, такой большой семьей. И в течение нескольких дней они были в Москве, и Александр провел двухдневный мастер-класс, где рассказал про логотерапию и показал несколько сессий, вот то, как она работает. И вот меня это прямо очень сильно захватило. Я как-то вот так поняла, что я хочу знать больше, изучать больше, и вообще как-то двигаться по этому направлению. И вот таким образом мы и начали шагать по этому направлению логотерапии в нашем институте. И вот на сегодняшний день ровно 10 лет, как зародилась логотерапия в институте психоанализа. Да, всё верно. И мы являемся, Московский институт психоанализа, единственным в России учебным заведением, которое аккредитовано институтом Виктора Франкла, австрийский институт, в части преподавания логотерапии и экзистенциального анализа. Больше образовательных учреждений, дающих оригинальную терапию, логотерапию Виктора Франкла, в России нет. Потрясающе. Если уйти немножко в историю, вы, наверное, много изучили трудов Виктора Франкла. И если вот так вот обширенно сказать, какую основную мысль несёт логотерапия, и ту мысль, которую заложил Виктор Франкл в логотерапию? Про логотерапию, конечно же, начальником, основоположником этого направления. И про неё лучше всего писал и говорил, конечно же, Виктор Франкл. Но вместе с этим есть и специалисты, такие соратники Франкла и его последователи, которые тоже внесли свой большой вклад в логотерапию. И, почему я сейчас об этом говорю, станет понятным, создали некую такую вот систему подачи логотерапии. Дело в том, что Франкл – основатель системы. Системы вот такого, открытая система в понимании того, что есть человек, и в понимании того, как помочь человеку, чтобы его бытие было наполненным, чтобы он не был разочарован в своём человеческом существовании. И это такая большая открытая система, которая старается охватить таким мета-взглядом все те перипетии жизни человека, и в том числе в некой соотносимости с мирозданием, с тем, в чём бытует человек, к чему он имеет отношение. То есть такая большая система понимания не только того, что есть человек, но и того, что есть мир, того, что есть некая такая заданность вообще бытия как такового. То есть такая крупная философская парадигма, которая затрагивает в том числе и человеческую жизнь. И то, каким образом человек не просто живёт, но, и это очень важно, мог бы жить. Вот это очень важный момент. То есть некая такая попытка помочь человеку изменить положение дел. И именно для этого, собственно, он и живёт, для изменения положения дел. Так вот, это большая система, такая как философская парадигма, как некий такой, не знаю, подход, действительно школа, предусматривает ещё и понятное объяснение этих сложных, действительно сложных вещей. Франкл в этом смысле был гением, абсолютным гением, который смог вот это всё представить, предложить, обосновать, смог озвучить и разработать такую методологию, которая помогала бы человеку справляться со своей жизненной задачей, при этом с таким взглядом больше, чем только на свою собственную жизнь, как на задачу. То есть в принадлежности, в соединённости с тем большим, в чём существует человек, в мироздании. А вот, чтобы объяснить эти такие непростые концепты и сделать их такой программой действий, что ли, для этого Франкл был, увы, непригоден. То есть он был гением в части разработки системы, но вот в такой рожёвании, расшифровке вот он был не очень успешен. Но это не моё личное мнение, я ссылаюсь на Элизабет Лукас, это величайшая практика логотерапии, ученица Франкла, почётный профессор нашего института, человек, который провёл несколько пятидневных семинаров для российских логотерапевтов. И в этом смысле, ну, пожалуй, самый уважаемый авторитет на сегодняшний день в части логотерапии, не только в теории, но и в практике. Вот она как раз и создаёт некую школу, систему, степ-бай-степ. Она себя называет таким мостиком на тот остров сокровищ, которым является логотерапия Виктора Франкла. Она отводит себе скромную роль вот такого преподавателя-учителя, создания системы преподавания, системы обучения, системы донесения логотерапии до тех, кто хочет о ней узнать больше. Поэтому вот здесь скорее, там ей написан был и учебник, и учебный план, по которому как раз у нас преподавание ведётся в институте логотерапии. И вместе с тем на сегодняшний момент ещё школа, именно школа логотерапии делает первые шаги, потому что это очень непросто преподавать вот такую мощную концепцию, которая пытается охватить своим взглядом и то, что является человек, и то, к чему он принадлежит, и то, что является там даже за пределами человеческого понимания. Хотя бы просто допустить это в части возможности существования этого. Забыла, на какой вопрос отвечала. По поводу того, что основная концепция Виктора Франкла. И когда мы говорим о том, что лежит в основе логотерапии согласно Виктору Франклу, то речь идёт о том, что это самая такая основополагающая вещь, что человеческая жизнь, безусловно, и при любых обстоятельствах имеет смысл. Что бы ни происходило, человек может открыть смысл, что смысл объективен, что он не придумывается человеком, что нет смысла для меня, для тебя, для кого-то. Потому что если бы это было так, кто-то мог сказать, для меня имеет смысл, ну не знаю, убить этого человека, потому что он враг, он вообще там не того вероисповедания, не того цвета кожи. Мне мои правила, мне мои законы говорят о том, что в этом мире должны жить только праведные люди, допустим. И тогда вот все, кто там не те, их там, что называется, надо как-то избавить мироздания, они плохие. Или же кто-то скажет, для меня имеет смысл, ну скажем так, сначала зайти в вагон метро, а потом разрешить другим, чтобы они выходили. Я тороплюсь, поэтому мне нужно быстрее попасть в вагон. И это лишено смысла, потому что ты не попадешь быстро в вагон, если из него не вышли предыдущие люди. Простые вещи. Но они объективно, вот на уровне даже какого-то здравого смысла, что прежде чем зайти, нужно, чтобы там оттуда люди вышли. Что нужно там осуществлять какие-то действия, которые действительно человек там может осуществлять из простой бытовой жизни, что они такие там очевидные. Таким образом, получается, что жизнь человеческая имеет смысл при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, человек в состоянии открыть смысл. Смысл объективен, что мы можем его открывать, но не придумывать. И это крайне увлекательная задача. Вот со своего ракурса, со своего разворота, со своей позиции, своей собственной жизни смотреть на то, что в данный момент, в контексте твоей жизни предлагается, предъявляется, вызывается как некое такое осмысленное приглашение. То есть то, что должно произойти. И я своей личной жизнью, своей субъективной личностью реализую объективный смысл. То есть получается, что от человека к человеку, от ситуации к ситуации меняется способ реализации того, что является объективным. Вот мы можем там с вами, находясь в одном пространстве, смотреть на что-то, что видите и вы, и я, каждый из нас будет видеть это по-своему. Но та картина, которая там висит, она объективная. Даже если мы будем смотреть на неё, рядом с ней находясь, с большого расстояния, как бы мы на неё ни смотрели, это наш субъективный взгляд на объективную картину. И то, что каждый из нас с ней сделает, это будет субъективный способ реализации того, что могло бы происходить с этой объективной картиной. Но мы её не создаём, эту картину. Мы её реализуем. То есть есть нечто, что человек может реализовывать самим собою как инструментом. Есть вещи, которые он создаёт самим собой в части реализации объективного смысла. Он не создаёт смысл, но создаёт некий алгоритм действий. Он создаёт, я не знаю, стол, например, для того, чтобы на этом столе можно было положить ноутбук, накрыть, поставить еду, покушать на кого-то, кого-то здесь встретить, что-то на нём писать. То есть мы создаём что-то для того, чтобы смысл был реализован, чтобы благодаря тому, что мы создаём, возникло ещё что-то. То, что изменит положение дел к лучшему. То есть в этом как раз наша задача способствовать тому, чтобы положение дел менялось именно к лучшему. Хотя никакой гарантии в том, что то, что мы понимаем, что это так и никак иначе, что это правильно, гарантии, что это так, нет. И в этом сложность человеческого бытия. Потому что мы меняемся. Сначала мы маленькие, у нас такой максимализм, всё или ничего, говорим мы. Человек должен попробовать всё, говорим мы. Мы должны рискнуть на всё. А почему бы и нет, говорим мы. По процессе жизни мы понимаем, что наши взгляды меняются, что меняется понимание того, что такое хорошо, что такое плохо, что происходит какая-то трансформация. Но при этом мы и наломали дров, возможно, и в нашей жизни много того, чем мы не очень-то гордимся. Но всякий раз жизнь упорно, настойчиво предлагает нам что-то, что действительно могло бы быть наилучшего из возможного. Мы не всегда можем это сделать, но тем не менее такая возможность у нас есть. И тогда задача, которая стоит перед логотерапией, это помогать людям находить их смысл. Да, помогать людям открывать объективный смысл их собственным таким эксклюзивным способом. Тем, что никто, кроме каждого из нас, в реализации объективного смысла не заменит. Может быть, там миллион поваров, миллион учителей. Но то, как конкретный повар готовит конкретное блюдо для конкретных людей, которые в данный момент придут его, это блюдо есть, вот это то самое эксклюзивное, уникальное способ реализации объективного смысла приготовить еду, чтобы накормить кого-то. То есть в этом смысле объективным смыслом является накормить кого-то, создать какую-то радость для мира в части приготовления еды. И то, как я могу это сделать, я могу это делать, ну сейчас там тяп-ляп, с варганью какой-нибудь там пельмень, ну и бог с ним там кину, пусть едят. А может быть, это будет целым священнодействием, потому что я представляю, как будет, что будет чувствовать человек, когда он этот пельмень положит в рот, у него там должно произойти какая-то, ну не знаю, что-то такое, что позволит ему тоже в свою очередь сделать что-то тоже такое ценное для кого-то. То есть это такая передача хороших волн, которые там могут быть переданы. А может быть и нет. То есть в этом смысле у нас нет никогда гарантии, что мы вот обречены делать только хорошие поступки. Вот прям нет. Всегда нужно прикладывать усилия для того, чтобы разглядеть, там то ли это, а действительно ли это хороший поступок, не ошибаюсь ли я. Мы не можем быть на 100% уверены, что мы правильно понимаем то, что должно быть. Но можем стараться, по крайней мере, это делать. И, возможно, как раз во время логотерапии, когда клиенты и психолог, они как раз, то есть именно сам клиент должен увидеть, то есть он как бы размышляет, то есть что имеет смысл для него, логотерапевт направляет его какими-то наводящими там вопросами, и когда клиент отвечает себе на вопрос, в этот момент есть какие-то показатели, что вот он нашёл его этот смысл, и это должно его зажигать, и в следующих ситуациях он вспоминает его снова это зажигать, тогда это, как так сказать, показывает нам, что это и есть этот смысл. Там прекрасные вопросы, как раз для того, что обычно задают и студенты, когда приходят учиться, потому что им очень хочется это чётко понимать, и иногда люди сталкиваются с такой фрустрацией, когда нет какого-то чёткого объяснения сложным, необъяснимым вещам, как, например, дать определение смысла, так что там смысл — это, и вот прям чётко так, вот в таких там 2 плюс 2 равно 4. Вот здесь такое очень объяснительное будет описание того, что такое смысл. Но, тем не менее, значит, отвечая на ваш вопрос, что происходит там в практике, действительно, задача логотерапевта — не предлагать клиенту, что для него имело бы смысл, это было бы неправильно, такое подсовывание ему готового решения, но строить свои вопросы таким образом, что, отвечая на эти вопросы, действительно, клиент вдруг открывает в том числе какие-то значимые, ценностно-смысловые аспекты применительно к той ситуации, по поводу которой ориентиры, по поводу чего он пришёл на терапию. Пришёл, допустим, клиент по поводу того, что не ладится отношение с детьми. Дети стали подрастать, все стали такие нахальные, стали вести себя плохо, разбрасывают вещи, не убирают игрушки и так далее. То есть их заставляют убираться, их заставляют делать уроки, а они, что называется, не буду я этого делать, начинают бастовать и ругаться. И в этом смысле беда, не справляются родители, не могут заставить детей быть хорошими, как это было всегда. И вот приходят с целью «Помогите, научите меня, что делать для того, чтобы заставить такие, чтобы получилось, чтобы дети были хорошими, как это было когда-то, когда они были маленькими». И это неправильная постановка вопроса. То есть совершенно точно, даже если мы вдруг представили, что терапевт нашёл бы какое-то удивительное средство, которое позволит к ногтю прижать детей, это будет абсолютно неправильным решением задачи, которая стоит в данный момент между клиентом и его детьми. То есть изменяется ситуация в жизни клиента и его детей. Он не один, не сам по себе, он живёт в семье. В этой семье есть ещё и другие люди, которые тоже меняются. И теперь настал момент, когда нужно играть по новым правилам. Старые правила непригодны. И попытка протащить в новых условиях старые правила не приведёт никакому результату. Дети подрастают и предлагают иной формат коммуникации, иной формат такой взаимности. Они тоже хотят во взаимности быть, но не в той, в которой предлагалось раньше. То есть они хотят быть не только теми, кто принимает со стороны взрослого человека какие-то решения и правила, но и те, кто создают решения и правила. Они сами хотят быть участниками этого решения. Абсолютно точно. Непосредственными участниками этого решения и даже инициаторами новых каких-то решений. И для взрослого это кажется чем-то так никогда не было. Что это? С чего это вдруг? Я был тем, кто решал и предлагал. Теперь кто ты такой? Ты ещё маленький, вырастешь тогда. А он уже вырос. Он уже растёт. Вырастешь, это не значит, что придёт 23 февраля, вот он вырос, вот этот момент. Это постоянно. Он растёт всегда. С момента рождения он начал расти. И поэтому здесь задача перестроить коммуникацию. Перестроить как? Посмотреть, кто эти люди, новые люди, дети. Они новые, теперь новые. И тогда вопросы терапевта в данной ситуации были бы адресованы. Давайте прежде, чем мы с вами поговорим о том, как вам создать наилучший диалог с вашими детьми, заметьте, уже формулируется задача, то, что должно быть, не просто научите меня управлять моими детьми так, чтобы они меня слушались. Это неправильный вопрос. Он неправильно сформулированная задача. А скорее правильно сформулированная задача могла бы быть такой, правильно ли я вас понимаю, что вы хотели бы, чтобы ваша коммуникация с детьми была лучше, чем та, которая есть сейчас. Да, конечно. Мы выстраиваем такой сократовский, сократический диалог, когда мы помогаем родиться тому, что должно родиться. вопросами не сами рождаем, а помогаем, чтобы это появилось. Новые коммуникации, новые отношения между нашим клиентом и его детьми. И тогда формулировка вопроса заключается в том, что теперь должно быть по-новому. Новые отношения более эффективны, лучше, чем те, которые были. Потому что, если бы они были хорошими, он к нам бы не пришел. Его не устраивают эти отношения. Он хочет их изменить к лучшему. И тогда мы говорим, прежде чем мы будем говорить о том, какими должны быть эти отношения с точки зрения лучшего, чем есть сейчас. Давайте сначала посмотрим на всех участников этих отношений. Ну вот, есть вы, я вас вижу, про вас я обязательно расспрошу, кто вы, что вы, чем живете и так далее. Но мне еще очень интересно пригласить сюда, вот так метафорически, еще и ваших детей. Там немножечко больше про них узнать. Как их зовут, сколько им лет, как они появились на свет, почему им дали такие имена, каким образом вы проводите вместе досуг. Дальше потихонечку человек начинает видеть своих детей. Он их видел каким-то своим субъективным образом, а они уже стали объективно другими. Та картинка, которая висела на стене, уже сменена, а он все видит в ней ту картинку, которая когда-то висела на этой стене. Задача теперь увидеть то, что есть сейчас. Но мы идем медленными шагами. Мы сначала действительно расспрашиваем, кто эти люди, сколько им лет, как их зовут, там и так далее, вот все, что было сказано. Они приходят сюда, в наш кабинет, где мы разговариваем с клиентом, и мы расспрашиваем, что любят, как они учатся, какие предметы лучше даются. И человек, отвечая на эти вопросы, узнает своих детей. Он вдруг узнает, что он что-то не знает про них, с кем дружат, или, допустим, какие журналы читают, или, допустим, еще какие-то вещи, о чем по ночам плачут и так далее. Он вдруг на эти вопросы, я не знаю его ответ, тогда можно предположить, а как можно об этом узнать. Поговорить, допустим, или, спрошу сейчас у жены, если муж пришел, или давайте подумаем тогда, вот как бы, если бы вы хотели узнать больше, может быть, вы как-то можете догадаться по каким-то признакам, может быть, похожие ситуации какие-то были, которые дадут вам эту информацию. И тогда он начинает смотреть на ситуации, в которых его дети находятся, все шире, больше. Он вспоминает какие-то эпизоды, когда они находили общий язык, последние, я не знаю, какие-то мероприятия, где они отлично ладили, и тогда мне интересно, как они это делали, как это удавалось, где он может прислушиваться к тому, что говорят дети, что ему интересно в них, чем он восхищается в них, что ему кажется очень здоровским, что есть в его детях. И тогда картинка, портрет становится более выпуклым. И тогда это не только те, которые разбрасывают и ничего не делают, но еще и решают сложные задачи, еще и так отлично, я не знаю, вот там пару кубков стоит, о которых он забыл, которые они получили на каких-то спортивных соревнованиях. Что вот был момент, когда я спросила у него даже советы у ребенка, а он мне в свои 12-15 лет что-то такое сказал, я подумала, ну, надо же, соображает, а я уже даже и не думала про это. То есть он становится партнером. Вот в этом диалоге, этот диалог называется попеременная диагностика в логотерапии, когда мы расспрашиваем не только про то, как ужасно складывается ситуация, но и про то, где есть вот как бы хорошее, где есть вот эта твердая почва, где есть какая-то такая прекрасная картина взаимопонимания, где есть там что-то такое, чем можно и гордиться, и на что действительно можно опираться, то тогда он понимает, что его взгляд просто был очень таким ущербным, ущечённым. А сейчас у него представляется возможность познакомиться со своими новыми детьми и построить новый диалог. Да, потрясающе. Это как раз поиск смысла и именно уход от субъективности к объективности. Всё верно. Мы сейчас поговорили про смысл. А есть ли ещё какие-то темы, которые затрагивала логотерапия? Может быть, какие-то такие составные части, которые ещё раскрывают? Да, конечно же. В первую очередь это логотерапевтическая картина человека. Кто такой человек? Какой он? Логотерапия здесь предлагает абсолютно уникальный взгляд. Ни одна психотерапевтическая школа до этого не додумалась. Только логотерапия предположила и небезосновательно, что человек — это не только физическое тело, у которого есть органы, клетки, химические процессы внутри организма, не только психическая деятельность и такой психический уровень. Это наше мышление, память, интеллект, поведение, эмоции, когниции. В общем, всё то, что имеет отношение к нашей психической деятельности. И всё вместе такое физическое и психическое создаёт такую совместную картину, такой психофизический параллелизм. Когда мы говорим о том, что это такая тесная связь между тем, что происходит в психике и то, что происходит на телесном уровне, что это такая крепкая взаимосвязь, рука об руку идут психофизические процессы. И это как раз то, что мы называем психофизическим организмом. Но логотерапия предположила, что не только психофизика есть человек, но и предложила третье измерение. В логотерапии это называется таким мудрёным словом, как демензиальная антология, то есть трёхмерный взгляд, трёхмерное бытие, когда у человека есть не только физическое и психическое, это очевидно, но и ноэтическое, как назвал это Франкл от слова «ноос», греческое слово, подразумевающее «дух». Но это больше, чем религия. Это и то, что подразумевается под вопросами, связанными со смысленностью собственного бытия, любовь, сострадание, юмор, забота, совесть. Это отношение, в том числе и к своей психофизике, возможность занять позицию, дистанцию по отношению к старению, умиранию, болезням, к психическим заболеваниям, в том числе и к соматическим тоже. Как Франкл однажды сказал, я не обязан терпеть самого себя. Имеется в виду, если вдруг у меня какое-то плохое настроение, состояние, у меня там болит бок, и вроде бы там я так кисло себя чувствую, у меня сейчас там обострение чего-то, и я вроде как ну вот такой не самый хороший собеседник, не самый дружелюбный человек. Вот я не обязан терпеть только такую свою реакцию, что из-за того, что у меня там что-то болит, или я там не очень в хорошей форме, ничего другого, кроме как продуцировать вот такое негативное содержание, ничего другого у меня не остаётся. Совершенно точно нет. Даже человек, у которого есть какое-то там, я не знаю, болезнь, обострение, вправе ожидать от себя каких-то вещей, связанных с тем, что не может болеть. Как, например, любовь, она у нас не болеет. Даже человек, который там прикован к постели, может, несмотря на то, что он прикован к постели, любить кого-то. Это никак не повреждено. Или же даже заботится о ком-то, будучи сам больным, вполне себе там позаботиться не надо, я сам там поспи, допустим, говорит человек какому-то другому человеку. То есть есть вещи, которые не связаны с нашей психофизикой, и которые могут быть осуществлены психофизикой, но источник другой. Источник не внутри меня, источник вовне. Любовь возникает в связи с другим. То есть не может, вот я сейчас посижу, подумаю, и нашла в себе какую-то внутреннюю любовь. Я любящая. Пойду поищу, кого бы мне там полюбить. У нас не так любовь возникает. Мы видим кого-то, к кому мы видим, испытываем вот эту самую любовь. В связи с другим возникает во мне, в моём психофизическом организме, переживание любви. Но источник вовне. Юмор. Я смеюсь не потому, что вот как бы хорошо бы сейчас посмеяться вот так. Ха-ха-ха. Вот я посмеялась. Нет, это не поэтому. Потому что что-то смешное возникает там. Какая-то внешняя смешная ситуация вызывает вот такое проявление моего юмора. Я смеюсь, потому что возник прецедент для юмора. Не внутри меня, а вовне. Возникает то же самое в связи с заботой. Оно не просто вот я такая добрая. Вот я вам, Лена, сказала, что я добрая. Вы поверили, наверное. Это неправда. Потому что добрая я могу стать только вследствие какого-то действия, которое вовне будет обращено. Не просто я вот сейчас там себе сделаю маникюр, и это будет результатом моей там доброты. А я сделаю там маникюр кому-то, кто не может сам это сделать. И тогда это будет действительно неким таким добросердечным актом. Но для этого мне нужно видеть этого другого. То есть мой взгляд опять-таки там сориентирован вовне. То есть человек становится человеком не тогда, когда он внимательно смотрит на свою психофизику. Не только. Это важно. Но не только. Но и когда он в состоянии своей психофизикой увидеть что-то другое. И выйти в том числе за пределы ограничений своей психофизики. И на это способна только духовная личность, но и этическая личность. Я могу, у меня там температура 39, я там болею. Мне там вот оставьте все меня в покое. Но если вдруг я вижу, что мой ребенок я не знаю, сломал ногу, да я тут же подорвусь и забуду о том, что какие 39, я даже не буду их чувствовать. Я там побегу, потому что кто-то нуждается в этом. Таких примеров масса, когда человек мог действительно видеть дальше себя, и это не приводило к его самоограничению, наоборот, к его большему такой большей презентации во внешнем мире. Это про проявление силы духа, но как бы, опять же, несмотря на себя, что вот я такой классный, у меня сила духа, а когда ты обращаешь внимание вовне, и эта ситуация, как бы возможность реализовать эту силу духа. Совершенно верно. Она не то, что сначала во мне, а потом я иду ее реализовывать. То есть сила духа возникает тогда, когда мы видим вовне прецедент. То есть вот это как раз то, о чем чуть выше мы затронули, как же понять, что это действительно там то, что это там как-то осмысленно. У Франкла есть такая замечательная фраза «воля зажигается от желаемого». Ее нужно объяснить. То есть когда мы смотрим во внешний мир, а у нас есть такая способность к самодистанцированию и к самотрансценденции. Это тоже логотерапия такой взгляд предложила на человека. У человека есть возможность выйти за пределы себя. Я не есть симптом. Он у меня, не я болен, у меня болезнь. То есть я в этом смысле могу по-разному болеть. Я могу там «Ой, у меня 36,8, давайте завещание будем писать». Или же там «39, не проблема, справимся». И не с таким справлялись. То есть это отношение человека, позиция по отношению к происходящему с ним. То есть в этом смысле он может дистанцироваться от своего симптома и занять вот эту плодотворную дистанцию. Также он может быть самотрансцендентным, то есть быть в принадлежности, в соучастии с чем-то, что им не является. То есть увидеть ту самую старушку, которую надо перевести, и он к ней восходит. И несмотря на то, что сам хромает, ну что называется, подхватывает ее и ведет ее, и ничего справился, не смотря на свою хромоту, потому что он смотрел на старушку. Вот это «несмотря на свое какое-то ограничение» подразумевает, что я смотрю на что-то, и когда я вижу что-то, что мной не является, оно меня вытягивает из моей хромоты, слепоты и других ограничений. Но надо быть реалистом. Есть некоторые вещи, которые, ну как вот не восходи, ну вот не полностью сможешь там взойти. У нас действительно, мы не можем, ну вот как, например, есть некоторые психиатрические диагнозы, мы не можем выздороветь. И поэтому пациенты, которые говорят, вот когда выздоровлю, тогда заживу, ошибаются. Есть болезни, которые неизлечимы, но это вовсе не значит, что не могу, заживу прямо сейчас. Да, у меня есть свои какие-то ограничения. Да, не такой там быстрый ум, есть какие-то диагнозы, которые ограничивают мою такую эмоциональную подвижность или ментальную подвижность, или физическую подвижность. Но это не значит, что если у человека нет ног, он не может там подняться на гору. Он может подняться другим способом. Он может подняться, там, я не знаю, в инвалидном кресле, развивая там, при помощи других людей, на подъемнике. Он может подняться на метафорическую гору. Да, это не обязательно та гора, на которую надо взобраться. Зачем люди ходят в гору? Там по-разному. В том числе для того, чтобы понять, что я могу справляться с какими-то вещами. Так таких гору у меня может быть бесконечное количество. Не только вот таких базовых, которые являются. Поэтому, видя что-то, да, что требует моего участия, это и меня вытягивает. Это позволяет мне быть независимым от некоторых своих ограничений, в том числе и психофизических. Да, в этом смысле быть способным на большее, чем я вообще мог бы даже представить. Поэтому вот это такая привилегия другие люди. Если я их вижу, благодаря им я становлюсь гораздо больше, чем я вообще себе представлял, там, чистя свои перья и внимательно созерцая все тот же свой собственный пупок. Да, я точно могу быть способным на большее, если я вижу что-то, что мной не является. Это меня вытаскивает, да. Это вот даёт возможность действительно видеть дальше этой колючей проволоки. И если я понимаю, что есть там то, что меня требует, а оно меня требует, раз я это увидел, ну, того или иного отклика, то, делая это, вот зажигается именно моя воля к тому, что да, конечно, как иначе, потому что это становится привлекательным, желаемым. Я рассматриваю это во всех переливах и деталях, и оно меня приглашает, оно меня вытаскивает, потому что вот есть моя такая способность, ноэтическая. Оно позволяет мне определять то, что имеет смысл вовне. Я вижу благодаря своей трёхмерности, не своей психофизике. Если я вижу свою психофизику, ой, у меня там, я голодный, холодный, у меня нога приволакивает, куда я в поход пойду? Нет, я вижу свою больную ногу, и поэтому никуда не пойду. Но если я вижу то, что там происходит, там, песни под гитару, там, какая-то, я не знаю, такое, не знаю, считать звёзды, мы там будем разговаривать о вечном. Конечно, разве проблема моя нога? Я поползу туда, потому что это настолько зажигает меня, это становится желанным. И тогда я туда иду, не мытьём, так катаньем. Это меня вытягивает из моих ограничений, потому что я увидел ценность этого аспекта, ценность этого мероприятия. То есть, внимательно рассматривая, и как раз вопросы логотерапевта и будут адресованы к тому, что же там происходит, что же мы видим, про что идёт речь. Вот это, когда мы про этого отца с детьми говорили, он вдруг с удивлением, с восторгом и с желанием говорит, подождите, я должен закончить, мне надо быстрее, я обещал пойти в зоопарк, я обещал, нужно там всё, я всё понял. Он увидел то, что должно быть. И это сразу его подымает. То есть, это сразу рождает это вдохновение, мотивацию. И мы тогда движемся туда, действительно уже нас ничто не может ограничить. Я как раз хотела спросить про что смысл помогает нам найти мотивацию, и вы как раз об этом только что сказали. А вот если не получается находить смысл, не получается находить мотивацию, то тут тогда как? Надо дать время? Да, это вообще сейчас очень распространённая вещь. Действительно, приходят часто на терапию и на консультирование люди, которые говорят, ничто не радует, ничто не вдохновляет. Уже там, ну, как-то вот не знаю вообще, чем себя занять. И скучно, и грустно, и некому лапу пожать. То есть, в этом смысле какое-то такое очень апатичное, такое депрессивное, скучное, негативное бытие у человека. Это может быть не только потому, что это так и есть. Для того, чтобы посмотреть, действительно ли бытие скучное или человеку кажется это бытие скучным, такое тоже может быть, мы действительно будем расспрашивать его, ну, как складывается хотя бы отдельно взятый день его жизни, в котором он не видит никакой радости, смысла, ничего хорошего, да, вот там, скука. И часто бывает, что люди девальвируют, они обесценивают какие-то важные вещи. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что у человека так много даров, а он эти дары, ну, как-то, как само собой разумеется. Что такого? Я часто слышу на терапии людей, которые говорят, в этом ничего особенного нет. Ну, там, подумаешь, как? Как не имеет ничего особенного? То есть люди действительно считают, что то, что они, даже такие простые вещи, ходят ногами, это вообще ничего особенного. Это очень особенная вещь для того, например, у кого нет ног. Но тот, у кого есть ноги, он скажет, для меня это там ничего особенного. Но в этом смысле, раз он понял, что у него есть ноги, а у кого-то их нет, нет, то он может понять, а куда же все-таки этими ногами было бы полезно ходить. Это же не просто вот как бы куда хочу, туда и там покачу на этих ногах. Все-таки есть разница, куда я пойду этими ногами. Сократ, философ такой греческий, древнегреческий, как-то сказал, ну, по крайней мере, ему это приписывают, что во мне заложены задатки философа и преступника. Иными словами, я могу быть и тем, и другим, но есть разница, кем же я буду. Какое счастье, что Сократ выбрал путь философа, а не преступника. Человечество потеряло бы очень много, если бы он пошел по пути преступности. Это как с ногами. Вот я могу на этих ногах, ну, что называется, пойти убить кого-то, а могу на этих ногах пойти и спасти кого-то. Имеет значение, как я буду этим пользоваться. И как раз вот там, и это про человека. То есть, как я буду распоряжаться вот этой данностью своей жизни. Имеет значение. Не само собой, разумеется, эти ноги. Они могут привести как к чему-то чрезвычайно важному и создать какую-то, ну, я не знаю, совершенно поразительную историю в этом мироздании. Или же, наоборот, создать ужасное какое-то ужасное обстоятельство. Поэтому мы должны сверяться. С чем же нам сверяться? С тем, какие последствия могут в результате нашего выбора быть. То есть, человек, который, вот он там загорелся, надо действительно вот там делать разумное, доброе, вечное. Я хочу быть там, а? И тогда вот надо смотреть, как это, действительно ли это вот приведет, там, я сверяю вот эту свою энергию с тем, что в результате этой энергии возникнет. И действительно ли это вот как бы результат соответствует тому, что это будет хорошо. Но вернемся к нашему грустному человеку, который вот не видит ничего этого и считает, что это само собой разумеющимся. И тогда тоже мои вопросы будут потихонечку менять картину представления о его жизни. Когда вопросы будут адресованы таким образом, что они будут открывать в том числе и некую значимость этих вещей, которые для него вдруг оказались такими невидимо-незначимыми. Когда я буду просить смотреть на эти вещи не только его глазами, но и глазами других людей. Когда он будет говорить, ничего там особенного нет, ну подумаешь, я, ну там, я не знаю, посадил там сад, ну я сейчас от балды говорю, да, посадил сад, ну и ладно, там никому до этого там нет дела. Так ли это? Давайте там посмотрим, там, в одиночку ли вы сажали этот сад? Нет. Кто помогал? Ну я не знаю, там сын, допустим, помогал. Там терпеть не мог этого там делать, там, припахали его, но все равно там посадил. Там здорово. Как вам кажется, может ли получиться так, что когда-нибудь, там, через какое-то количество лет, там, дети вашего сына будут собирать яблоки с этого дерева и спросят, папа, а кто же у нас это, как у нас это яблоня там появилось? И он расскажет, что вот был мой отец, ваш дед, который там посадил вместе со мной эту яблоню. А кто такой наш дед? Если к тому времени вы уже помрете, такое же тоже может быть. И тогда ваш сын, возможно, расскажет о том, кто вы такой были. Он посмотрит на вас своими глазами. И, может быть, уже сейчас вы можете тоже посмотреть его глазами на себя. Все ли из того, что вы могли сделать, дать, позаботиться о вашем сыне, было вами сделано? Может быть, у вас есть уникальный шанс еще успеть что-то сделать из того, что можно успеть сделать? Может быть, что-то такое уже сделано из того, чтобы приятно вспомнить и пролистать в этом альбоме фотографии вашей жизни? Может быть, есть какие-то вещи, которые будет ваш сын вспоминать, рассказывая о вас, что это произошло благодаря вам? Может быть, вы как раз сейчас что-то делаете такое для вашего сына, что позволит ему впоследствии быть вам благодарным? И вот эти вопросы как раз и позволят расширить такой взгляд на самого себя. И даже если мне кажется что-то в себе не очень интересным, я попробую посмотреть на себя глазами другого человека. И это тоже про самотрансценденцию. И, может быть, что-то подкорректировать, и, может быть, по-другому к себе отнестись. И получается, что когда мы смотрим на себя и думаем, что вот грустно, ничто не вдохновляет, можно как раз переключить фокус с себя во внешний мир и посмотреть, а для кого может это иметь смысл. И тогда мы увидим, что если это для него имеет смысл, это может быть и моим смыслом, чтобы у него был этот смысл. Мы можем в этом смысле действительно как-то реализуя что-то во внешнем мире, изменить положение дел к лучшему для другого человека, что в результате и нам даст некую такую квитанцию в том, что я не тварь дрожащая, но для этого не нужно старушку топором рубить, а можно иными способами показать себе, что я имею право, что я имею право на разные поступки, но именно я выберу, какими эти поступки будут. Но чтобы взгляд этот был правильным, нужно смотреть на что-то, что собой не является, потому что я в этом смысле очень хлипкая конструкция, если я только ориентируюсь на то, как мне это. Зачастую бывает приятно самому съесть что-то вкусное, отобрав это у другого. И, собственно, такая похожая история могла бы быть, когда Зигмунд Фрейд в своё время, когда только начинался вот этот печальный период начала Второй мировой войны, Фрейд умер в 1939 году, поэтому уже некоторые первые концлагеря стали появляться, и он сказал, что люди, которые будут попадать в концлагерь, они станут все свиньями, потому что нужно будет во что бы то ни стало спасать свою собственную жизнь. Им будет плевать на другого человека, им будет плевать на всё благородство, честь и так далее. Нужно будет любой ценой выжить, любой ценой. Если нужно будет наступить на кого-то, то человек пойдёт на это, он будет всё равно думать только о самом себе. Нужно выжить инстинкт выживания, инстинкт самосохранения. Ничего другого человек не будет испытывать. Франкл сказал, что Фрейд ошибся. И действительно, будучи в концлагере, Франкл три года провёл в концлагерях. Он говорил, да, некоторые люди действительно были, ну вот, как свиньи, если так можно выразиться, но некоторые были святыми. Голод был один на всех, но люди отличались. Человек выбирает, каким он будет. И очень важно, на что он смотрит, когда он выбирает. Если он смотрит на самого себя, он видит только голодное, трясущееся существо, которому надо во что бы то ни стало съесть этот кусок хлеба, иначе он умрёт. И тогда он будет любой ценой вырывать этот кусок хлеба. Но если он может посмотреть ещё на кого-то, кто тоже мечтает о куске хлеба, или на кого-то, кто, ну я не знаю, плачет в данный момент, считая, что он не выживет, что он не справится, и он может подойти к нему и утешить его, сам будучи в таком же состоянии, но при этом утешить другого, будучи в этой же страдательной позиции, или же, несмотря на то, что ты там, кроме номера у тебя нет, но ты на руке там выбитым, и ты никакой там не врач, не философ, ты просто никто, ты свинья с точки зрения надзирателей, но при этом ты можешь вести и диалоги с Богом, и с любимым человеком, ты можешь видеть там, не знаю, закат, рассвет, ты слышишь там пение птиц, и это не затронуто вот этим концлагерем, вот если ты это в состоянии всё ощущать, то, что с тобой не связано, это всё внешний мир, и эти там птицы, и это любовь к Богу, или там любовь к лихскому человеку, и это там тот, кто сидит и сейчас плачет, и кто там сам голодный, и ты с ним делишься последним этим своим куском хлеба, и при этом не умираешь, то ты действительно способен вот на то, чтобы быть выживающим в этих условиях, а не быть тем, что любой ценой будет спасать свою собственную жизнь. Человек откажется от своей жизни и выживет, потому что откажется от своей жизни. Это поразительная штука. Сейчас вот не могу всё-таки не вспомнить эпизоды с фильмом «Рассианин», где Мэтт Дэймон играет, такой замечательный совершенно фильм, где его забыли, а потом подобрали. В общем, такой прекрасный фильм, абсолютно прекрасный. такая инструкция по выживанию в ужасных условиях. Но там такой момент, где он готовится к этому броску и пишет письмо своему отцу без всякой надежды, что кто-то когда-то это письмо прочитает. Но он говорит, что самое главное для меня, что я вижу, что есть что-то, что больше значимо, чем моя жизнь. Вот это самое поразительное человеческое достояние. Только человек может видеть что-то более важное, чем его собственная жизнь. Вообще что-то внешнее, потому что ни одна другая тварь в природе не воспринимает себя отдельно от природы. Она, эта тварь, и есть природа. А человек может сепарироваться, он может видеть вот этот диалог «я-ты», он может выстроить вот это «я как я», и при этом там нечто, к чему он соотносится. Так вот, когда человек понимает, что есть что-то более ценное, чем его жизнь, он способен на поразительные вещи. Вот прям точно на поразительные. Потому что он теперь перестаёт трястись над своей собственной жизнью и спасать её любой ценой. И тогда способен на то, что укрепит эту жизнь. Да. Это слушать и сразу применять в жизни, искать те самые смыслы, переключать фокус себя на мир вокруг, на ближнего своего, и тем самым будет всем нам счастье. Верно, верно. Спасибо большое вам, Светлана Владимировна, за второй выпуск про логотерапию. Думаю, каждый услышал что-то новое. Что бы хотелось вам пожелать нашим слушателям? Ой, такое я бы хотела пожелать, наверное, чтобы у каждого человека было как можно больше возможностей испытывать вот этот благоговейный восторг перед жизнью. Это слова Альберта Швейцера, величайшего гуманиста, лауреата Нобелевской премии, что наша жизнь пугающая и восхитительна. И чтобы мы понимали, что в комплекте в нашей жизни мы можем видеть не только райские кущи, но и страдания и шипы, но именно благодаря вот этой стороне жизни, страданиям, шипам мы можем суметь гораздо больше, чем если бы мы старались быть избавленными от этих испытаний. так вот, я хочу пожелать всем нам жить полной жизнью, дышать полной грудью, идти полной поступью настолько, насколько это возможно для каждого из нас. В этом смысле мы ограничены своей психофизикой, но мы абсолютно безграничны как ноэтическое существо, как духовное существо, которое может в этом смысле быть за пределами вот этой там закованности нашей организмической, но только для того, чтобы помочь и тому, что пребывает в этой закованности во внешнем мире, все-таки расковать ее и позаботиться, чтобы, как говорил Экзюпери, чтобы вернуть человечеству его духовные заботы, чтобы мы действительно могли видеть еще и ту планету, которую надо умыть после того, как умылся сам. Спасибо большое. До новых встреч, дорогие слушатели. До свидания.